Дорожная отрасль Переми глубоко больна и точно необходимы системные шаги для того, чтобы ее реально вылечить. Диагноз депутаты поставили, анализируя итоги минувшей кампании по ремонту городских дворов. В качестве причин болезни отметили недобросовестность подрядчиков и недостаточный контроль за их работой. И помимо штрафных санкций, составление черного списка дорожников прописали дополнительное лекарство. В первую очередь это грамотная подготовка конкурсной документации и проведение в нормальные сроки конкурсных процедур. Мы договорились с администрацией, что в этом году конкурсные процедуры должны пройти в первом квартале текущего года, чтобы, по сути, когда появятся нормальные погодные условия, подрядчик мог уже выйти на объекты и в срок их сделать. Знаковые изменения внесли депутаты также в правила благоустройства и содержания городских территорий. Поправки, принятые пока в первом чтении, касаются приведения в порядок архитектурного облика Перми. Мы видим в городе, что вывески, фасады зданий, они имеют на сегодняшний день совершенно различный хаотический внешний вид. Все это должно быть как-то цивилизовано, все это должно быть лицезримо. Это решение назрело. По этому вопросу в Перми также пройдут публичные слушания, после чего документ рассмотрят во втором чтении. Кроме того, в ходе пленарки депутаты утвердили Олега Глызина на пост главы администрации Кировского района Перми. Общая идеология города должна быть направлена на то, чтобы не было у нас городских окраин, отдаленных районов. Кировский район должен иметь свою полноценную социально-экономическую программу, где отдельными разделами должны войти и взаимодействие с промышленными предприятиями, с общественными организациями, активное развитие досуга. Елена Закирова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.